Здравствуйте! Это Новосибирские новости и Лидия Захарова. Какая судьба ждет лыжную базу в Зайльцовском районе и как выглядят современные шпаргалки? Об этом и не только. Сегодня в выпуске. Слухи о застройке базы в Зайльцовском районе взволновали лыжников. Красное знамя – популярное место для прогулок и занятий спортом. Трассы разной протяженности здесь готовят по профессиональным стандартам. Сегодня о судьбе лыжной базы говорили на совещании с участием мэра. Александр Сульдин узнал, какое будущее ждет это место. Любимое место новосибирских лыжников не пустует даже в будни. Вторник. Прошла утренняя тренировка юных спортсменов. Подъезжают любители лыжни и свежего воздуха. Юлия Жукова живет неподалеку. Приехала сюда с сыновьями. Старший уже нарезает круги по трассе. Насколько это место интересно, востребовано? Как бы вы оценили? Ну, 10 баллов с 10. То есть мы где-то катались там на других, на Чкаловских дачах. То есть больше всего нравится здесь. Очень удобно, прокат недорогой и чай бесплатный. Очень здорово. Тренер Станислав Авдиенко рассказывает к услугам любителей трассы профессионального качества. Трассы как для любителей, так и для спортсменов. То есть трассы 3 километра, 5 и 10 километров. У нас суббота, воскресенье народу очень много. То есть вот эта стоянка, которая находится здесь, она у нас вся забита. Лыжню и поверхность готовят при помощи специальной машины – ратрака. Комбинированная машина для создания лыжных трасс. Для начала грубая работа, выравнивание поверхности при помощи вот такого ножа, как у бульдозера, только гораздо сложнее. Дальше снег рыхлят вот такой вот фрезой для того, чтобы было удобно создавать профиль дороги. Дальше его приминают вот таким вот резиновым ковриком, довольно тяжелым. И получается вот такая поверхность, которую профессионалы называют вельвет. Затем настоящая резьба по вельвету. Тяжелые ножи опускаются на установленную глубину. За штурвалом Игорь Солодянкин в 1991 году на Семинском перевале готовил трассу для олимпийских лыжников, которые выступали в Альбервилле. 12-го будет лыжня России в Академии городке на базе Аликатурского. Там будут готовить 10 километров для лыжни России. И скорее всего будут просить еще подготовить, помочь в подготовке марафона, который классический 6 марта будет. Недавно пошли слухи. Уникальная и доступная лыжня вскоре станет стройкой. Значит уйдут отсюда и спортсмены, и те, кто любит скорость и свежий воздух. Никакой застройки стадиона «Красное знамя» не планируется. Ее не будет. Возведение объектов на месте старой лыжной базы возможно только спортивного назначения, то есть восстановление лыжной базы. Фактически в центре города мы имеем выход в рекреационную зону, в зону Зайцовского бора. И терять это преимущество мы не намерены. Разработан проект реконструкции лыжной базы. Его скоро представят общественности. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. 128 пожаров произошло в Новосибирске с начала этого года. 8 человек погибли, 22 получили травмы и ожоги. Причина пожара в основном являлась это как техническая пожара, это большое переходное сопротивление в силовой электрической сети и неосторожное обращение с огнем при курении. Данные пожары, конечно же, можно было избежать в случае надлежащего технического обслуживания силовой сети в квартирах, многоквартирных жилых домах, там, индивидуального жилого сектора. Специалисты регулярно рассказывают жителям города о требованиях пожарной безопасности. Собственникам частных домов рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. Это устройство подает звуковой сигнал в случае возгорания или задымления. Сейчас на Новосибирске все многодетные семьи могут получить извещатели бесплатно. Все многодетные семьи имеют право обратиться в районы КЦСОН, это комплексный центр социального обслуживания населения, написать заявление, предоставить необходимые документы и получить бесплатно автономные домовые извещатели. Мы устанавливаем не один на дом, а устанавливаем, вернее, выдаем на каждую комнату. Снежный десант спешит на помощь. Более 300 студентов две недели будут помогать пожилым и одиноким жителям в разных районах области. После возвращения они приступят к уборке города. Традиция прекрасная, потому что одно дело, когда студенческие отряды летом ездят на стройки, а другое дело, когда они собираются зимой и едут именно оказывать помощь нашим горожанам, то есть в нашем области. Часто это ветераны, часто это люди, которые не могут, например, убрать свои крыши своих домов. Ребята собираются, все это делают. 15 студенческих отрядов отправились на помощь пожилым людям. Названия команды выбрали себе соответствующие. Зимние. Лавина, Буран, Ледокол, Умка, Север. Многие ребята ради поездки досрочно сдали сессию. Почти две недели студенты будут убирать снег, колоть дрова, разгружать уголь. Готовая развлекательная программа. Концерты дадут в домах культуры и школах. Добавлю, снежный десант начинает вахту в праздник. Татьянин день или день российского студенчества. В первую очередь подвижные игры с детьми младших классов. Потом проводим мастер-классы уже со средним звеном. Лекции АЗОЖ. И с более старшими ребятами 9-11 класс проводим профориентацию. Рассказываем про свои университеты, учебные направления. Новосибирские новости в инстаграм nsknews.info Позитивный взгляд на жизнь большого города. Подписывайтесь на наш аккаунт и следите за новостями. Мы покажем вам историю Новосибирска и самые яркие городские события. Поделимся полезной информацией. Раскроем интересные факты. И, конечно, расскажем об актуальных новостях. Новосибирские новости в инстаграм nsknews.info Четыре книги с произведениями сибирских авторов вышли в свет и поступят в библиотеки региона. Их выпустили в рамках проекта «Библиотека сибирской литературы». Повести и рассказы для публикации отбирал экспертный совет. Одна из книг – детская известного писателя Юрия Моголифа. Три сказки читатели увидят впервые. У нее очень замечательный иллюстратор. У каждой сказки, у каждого. И сама, вы видите, обложка этой книги проиллюстрирована разными художниками-иллюстраторами. И она очень хорошо будет читаться, смотреться, потому что хороший шрифт. Раньше книги в серии «Библиотека сибирской литературы» выходили в едином дизайне. В этот раз каждая оформлена оригинально. Помимо сказок, выпустили литературоведческую работу Владимира Яранцева о критике Яновском, сборник повестей сибирских авторов на два голоса и поэтический сборник «Парк». Многие писатели начинали печататься в журнале «Сибирские огни». В этом году он отмечает столетие. И сейчас любой может прочитать каждый номер, что вышел за эти годы. Все они оцифрованы и выложены в сеть. Были оцифрованы и выложены в сеть на сайтах областной библиотеки, на сайте «Сибирских огней» и на сайте Российской государственной библиотеки все номера, начиная с номера 1 марта 1922 года по номер 12 2021 года. Девушка, которой интересны японские комиксы и фэнтези. Такой портрет самого читающего россиянина дают магазины. Сейчас растет популярность книжных марафонов. Читатели создают книжные клубы, онлайн и в жизни. Особенности чтения в 2022 году исследовала Анна Братушкина. В любую свободную минуту Виталий читает. Любимое хобби давно стало еще и работой. До выхода новых книг издательство присылает текст молодому человеку, а он пишет свой отзыв. Публикует его и на личной страничке в Инстаграме. Здесь у Виталия 5000 подписчиков. Комментируют, лайкают, репостят. Один из последних отзывов о книге «Дракон не дремлет» в фэнтези по-прежнему в тренде. Люди, которые на тебя подписаны, им не нужны какие-то глубокие анализы текста. Никто из книжных блогеров не позиционирует себя ни в коем случае как какой-то книжный критик. То есть это просто обычный человек, у которого книжное чтение является любимым хобби. Соответственно, он читает на порядке больше, чем обычный среднестатистический человек и, соответственно, выдает про все эти книги какие-то текста. Это могут быть просто эмоции, это могут быть какие-то основные детали. Те, кому важно не только услышать чужое мнение, но и поделиться собственным, организуют свои книжные клубы. Юлия и вместе с подругами уже три года раз в месяц собираются в разных заведениях города, чтобы обсудить очередную книгу. Читают и классику, и новинки. Сегодня на повестке дня «Незнакомая дочь» – тонкая психологическая проза от загадочной Элены Ферранте. Многие хотят читать, но либо начинают книгу, а потом появляются какие-то другие дела, они ее не дочитывают. А здесь, поскольку есть какая-то коллективная ответственность, есть желание потом обсудить, послушать других, то книга в любом случае дочитывается. Цены в книжных магазинах кусаются. На помощь книголюбам, как и раньше, приходят библиотеки. Теперь здесь не только читают, но проводят разные мастер-классы, фестивали, лекции. После экранизации каких-то произведений к нам приходят и спрашивают именно эти романы. Например, в 21-м году «Дюну». После выхода фильма «Дюна» каждый день практически к нам приходили. Долго постоять на полках не успевают и культовые произведения. Например, сага о Гарри Поттере почти всегда на руках. Несмотря на то, что последняя книга вышла 15 лет назад, а фильм – 10. Современный писатель Джордж Мартин в одной из своих книг сказал, что читатель перед смертью проживает тысячу жизней. Человек, который не читает никогда, проживает лишь одну. От себя позволю добавить, что важно читать и переживать только то, что интересно лично вам, а не то, что сейчас в моде. Анна Братушкина, Денис Савинский, Дмитрий Кан и Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Вы слушаете радио «Городская волна» 101.4 FM. Разговор о новосибирских новостях. Регина Крутоус о жизни замечательных новосибирцев. Разговор о спорте. Участвуйте в информационном ток-шоу об истории Новосибирска. Итоговый информационный выпуск. Программа по вашим заявкам «Привет, Новосибирск!» Радио «Городская волна». Все, чем живет Новосибирск. 101.4 FM. Первую в Новосибирске выставку шпаргалок открыли в НЭТе. Собрали несколько десятков уникальных экземпляров. От старых советских до новых пандемийных. Своими коллекциями после экзаменов поделились и студенты. О самых необычных образцах Анастасия Горелова, которая и сама совсем недавно окончила вуз. Бутылки, медицинские маски, стирательные резинки. Будто арсенал спецагента. На таких предметах легко спрятать формулы и даты. Немного смекалки и обычные наушники превращаются в секретное оружие. Это наушник настоящий, обратно его. А это наушник пустышка. В этом гаджете есть прекрасная шпаргалочка, которую я написала заранее. Я ее складываю в наушничек, запихиваю, закрываю это все дело. Открываем, тянем за веревочку и читаем. Все эти шпаргалки сдали в музей НЭТТИ сами студенты в обмен на фирменные сувениры от вуза. Получилось несколько десятков самых необычных подсказок. Молодому преподавателю, наверное, немножко сложнее разобраться, в какой момент и из какого места у студента может возникнуть шпора. А опытный преподаватель всегда знает, на что способен его студент, который на протяжении семестра не посетил ни одной лекции и семинары. И, наверное, к нему нужно присмотреться поподробнее. А вдруг в его беспроводном наушнике окажется какая-нибудь гирлянда из шпаргалок. Магистрантка Валерия Митрохина экзамен по латыни сдавала с классическим помощником. Изречение выписала мелким шрифтом на обложке. Для надежности оклеила скотчем и оставила в музее для потомков. Идея сама, мне кажется, очень интересная. И я думаю, что если студенты какие-то или, например, те же школьники или будущие студенты-абитуренты будут смотреть ваши выпуски, узнают про эту новость, может быть, они на будущее себе выпишут, что вот как лучше все-таки надежнее сделать хорошую шпаргалку. Шпаргалки со скотчем на ручке в часах. Какие только уловки не придумают студенты для того, чтобы успешно сдать экзамены. В 60-х годах первый ректор НЭТИ придумал вот такой экзаменатор. Студент подходил, включал, после нажимал кнопку пуск и рандомно высвечивалось нужное окошко. Открывал нужную ячейку, появлялся один вопрос от экзаменатора и несколько вариантов ответа. Он выбирал нужные и помещал ввод ответов. После загорался индикатор, и студент узнавал свои результаты. Если неправильно, то отправлялся на пересдачу. Воспользоваться подсказками в таких условиях практически невозможно, но студенты совершенствуют свои шпаргалки с каждой сессии. Очередная как раз подходит к концу. А значит, эта коллекция хитрости снова пополнится. Анастасия Горелова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info можно узнать, какие дворы отремонтируют летом этого года. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова